Могилёв – умный город. Здесь живут те, кто смотрит далеко в будущее и знает, как сделать его комфортнее. Из года в год молодые новаторы презентуют свои изобретения в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». «100 идей для Беларуси» – проект, который предлагает молодёжи поучаствовать в социально-экономическом развитии страны. Так, областной этап в Могилёве собрал около 55 участников с 37 авторскими проектами – кулинария, экология, робототехника. Этим идеям быть. Проект «100 идей для Беларуси» пытаемся сделать так, чтобы этот проект не просто где-то представили и про него забыли, а в первую очередь, чтобы он дальше нашёл своё распространение, то есть развитие и реализацию, так сказать. И в этом мы, конечно же, всячески помогаем нашим молодым учёным, молодым ребятам, школьникам. Знакомьтесь, это Оля, Марина, Юля и Ульяна. Их женская команда в числе тех, кто прошёл на республиканский этап конкурса «100 идей для Беларуси». Свой оригинальный и такой актуальный проект они представили в номинации здравоохранения. Сейчас проблема инклюзии стоит довольно остро. Я стала часто замечать, что очень много разрабатывается приложений помощников для родителей, которые воспитывают деток обычных, без особенностей. И, наверное, так и родилась идея попробовать создать что-то специализированное, что-то, что поможет родителям, у которых детки с особенностями. Кстати, вдохновение пришло Ольге Александровне во время учебной пары. И вот через полтора месяца усердной работы, иногда даже ночами, появилось вот это приложение – «Органайзер Л.А.Й». В переводе с английского – «Союзник». Милейшего главного героя тоже выбрали не случайно. И мы выбрали прототип «Лисёнка», потому что он яркий, такой лесной белорусский житель леса. Как известно, самое важное – наполнение, поэтому акцент сделали на внутреннем мире приложений органайзера. При заходе в приложение пользователя встречает непосредственно сам символ приложения «Лай». Приложение о начале работы. Далее пользователь может зарегистрироваться либо войти. При регистрации он указывает данное ребёнка, индивидуальную его особенность. Потом переходит на домашнюю страницу. Там можно просмотреть календарь, список дел. Также есть страница списка дел, где можно добавлять дела, настройки и советы. Приложений для развития детей много, а вот найти персональный помощник для родителей сложно. По крайней мере, на русском языке. Поэтому такая разработка, конечно, одобрена взрослыми. Мы проводили опрос среди родительской среды, и большинство родителей высказали своё согласие в пользовании приложением, возможно, в тестировании его в дальнейшем. То есть родители поддержали такую идею. Мы говорим, что есть сообщество «Новые горизонты». И мы тоже обсуждали с волонтёрами нашего колледжа, возможно ли протестировать, будет ли интересно. И многие родители отозвались о том, что да, они с удовольствием протестируют и поучаствуют в нашем проекте. Приложение можно скачать по уникальному QR-коду. Внутри уже есть всё необходимое. В доработке только раздел рекомендаций. В будущем, конечно же, функционал полезного органайзера планируют расширить. Я программист, я программировала вот это приложение без опыта в мобильной разработке. На самом деле всё довольно очень просто, если ты этого очень сильно хочешь. Есть много видеороликов, есть много туториалов, книг, много есть по программированию. Ну, то есть, если человек захочет, он обязательно найдёт способ решения какой-нибудь проблемы или задачи. Это очень кропотливый труд, но очень интересно и увлекательно. Оно очень затягивает и хочется создавать что-то новое, ещё и ещё. Мы хотим победить, хотим показать наши умения, наши приложения. Хотим, чтобы мы приложением пользовались. Хотим, чтобы узнали о том, что в социально-гуманитарном колледже готовят прекрасных специалистов в области программного обеспечения, в социальной сферы. Ну, то есть, мы хотим, мы готовы побеждать. Этого мы и желаем девчонкам на республиканском этапе конкурса «100 идей для Беларуси». Кстати, он пройдёт уже в конце марта. Вместе с дружелюбным лисёнком от Могилёвщины поедут ещё девять проектов.